Я хорошо слышно? Да, хорошо. Я хотел бы начать за обсуждение правового вопроса, который мне кажется главным и немножко упущенным из этого облуждения. Потому что выглядит все немножко странновато. Знаете, вот сидят двое. И один один говорит, а давайте посадим Навального за то, что он являлся не по понедельникам, а по четвергам. А второй говорит, а давайте посадим Навального за то, что он, выйдя из комы, немедленно не приехал на Узбек. И идет обсуждение, обсуждают понедельник и четверги, когда он должен был отправить на такую бумажку и так далее. Но я хотел бы рассказать пару слов о таком небольшом слоне в этой комнате. Я хотел бы, чтобы все еще раз обратили внимание. И все пресса, которая пишет про этот процесс, и все люди обратили внимание на то, что суть-то дела заключается в том, чтобы меня посадить по делу, по которому я был уже признан невиновным. И по делу, которое уже признанно суббитованным. Это не мое мнение, потому что если мы откроем любой учебник уголовного права, и, надеюсь, Ваша честь в это делали, помогать в своей жизни, мы увидим, что Европейский суд по правам человека является частью судебной системы. В России, в том числе, в поле, что Россия является членом Совета Европы. И эти решения обязательны. И я, пройдя все необходимые стадии судебного процесса, обратился в Европейский суд. Европейский суд вынес решение, в котором черный по белому написал, что даже состава преступления нет. Следственное дело, по которому я нахожусь здесь почему-то, в этой странной клетке, оно полностью сфабриковано. Мало того, Российская Федерация, в общем-то, признала это решение половинчика, потому что они даже выпутали компенсацию по этому делу, тем самым признав решение Европейского суда по правам человека. Несмотря на это, мой брат три с половиной года сидел в тюрьме по этому делу, который был, еще раз, приведен к сфабрикованным решением суда, которое обязательно сесть на территории России. Я поэтому в делу просидел год под домашним арестом. Когда мой срок, вот этот вот испытательный, заканчивался, меня за неделю до этого арестовали, привезли к вам в Симоновский суд и без защиты, в случае какого-то адвоката под назначением, продали мне еще одна метр исполнительный срок. Давайте немножко математики. В четырнадцатом году меня осудили, дали мне три с половиной года, дали испытательный срок, а сейчас двадцать первый год. Но меня все равно продолжают судить по этому делу. Меня же уже и невиновным признали. И состава преступления в этом тюрьме, и все равно суппортный маньяк наше государство требует меня посадить по этому делу. Почему же по этому делу? Ну, на самом деле, пусть чего-чего, а недостатков уголовных дел в отношении меня точно нету, да? А, еще одно, что мы недавно запустили. Тем не менее, кому-то очень хочется, чтобы я очень хотелось, ни одного шага не сделал по территории нашей страны, вернувшись, как свободный человек. А вот с момента пересечения границы я оказался Александром. И мы знаем, кому. Мы знаем, почему это случилось. Причина этого всего – ненависть и страх одного человека, живущего в Бункере. Потому что я нанес ему смертельную обиду тем, что я просто выжил после того, как меня пытались убить по его приказу. Я хочу сделать замечание, Алексей Анатольевич. Мне не нужно ваше замечание, Ваша честь. Еще раз. Мне теперь этот прокурор будет мешать договорить свои отношения к всему тому, что происходит. Я прошу обратить внимание, Алексей Анатольевич, что мы рассматриваем вопрос об отмене условного осуждения. Какие-то иные, по вашему мнению, уголовные дела в настоящем процессе не рассматриваются. Рассматривается вопрос об отмене условного осуждения и назначенном приговором Занцполетского районного суда. Ваш честь, Алексей Анатольевич замечает такую роль, потому что она перебивает все отношения, которые расположены в своем отношении к тому, что сейчас происходит. И попрошу больше так не делать, не перебивая много защитников. Я понимаю, отлично. Я вас попрошу, давайте по представлению говорите. Я говорю по представлению, Ваша честь. То, что находишь тут по представлению – это мое мнение. И я свое мнение относительно представлению высказываю в полном соответствии с законом. И то, что представитель обвинения пытается меня перебивать на каждом слове и скрывать неров, тоже отлично характеризует все происходящее. Потому что то, что я говорю, имеет прямое отношение к происходящему здесь. Ну так вот, продолжу. Я нанес смертельную обиду тем, что я выжил, благодаря хорошим людям, пилотам и врачам. Потом я еще сильнее его обидел тем, что выжил. Я не спрятался в жилятельном под охраной или в округом букере поменьше, который я мог бы себе позволить. А потом случилось вообще страшное. Мало того, что я выжил, мало того, что я не испугался и не спрятался, я участвовал еще и в расследовании своего собственного отравления. И мы показали и доказали, что именно Путин, используя Федеральную службу безопасности, осуществил это покушение на убийство. И не я один был такой. Сейчас это знают и много еще мы знаем. И вот это сводит с ума этого маленького вороватого человечка в его бункере. Вот именно этот факт. То, что все скрылось, понимаете. Нет никаких рейтингов. Нет никакой огромной поддержки. Ничего этого нет. Потому что выяснилось, для того, чтобы совладать с политическим оппонентом, у которого нет ни телевидения, ни политической партии, нужно просто пытаться его убить химическим оружием. И, конечно, он просто сходит с ума. Потому что все убедились, что он просто чиновничек, которого случайным образом поставили на этот президентский пост, который никогда не участвовал ни в дебатах, ни в выборах. И это единственный метод его борьбы. Пытаться убить судей. И сколько бы он ни изображал из себя великого геополитика, великого такого-то мирового лидера, его обида главная в отношении именятелей заключается в том, что в историю пойдет именно как отравитель. Вы знаете, был Александр освободитель. Елена Гераславовна. И будет у нас Владимир, отравитель трусов. Вот это и так он воюет построен. И это прямое... Ваша честь, это же имеет прямое отношение. Я здесь стою на пятом месте, и меня охраняет уже полиция. Вон Росгвардия появилась. Половина Москвы оцеплена именно потому, что маленький человеческий пункер сходит с ума. От того, что мы доказали и показали, что он не бьем политикой занимается, а проводит совещание, на котором решает, какую поработать у политиков оппонентов трусы массовым химическим оружием пытаться убить. Главное в этом процессе... Даже не думать, чем он закончится, для меня. Посадят меня или не посадят. Посадить вообще-то мне не сложно, поэтому и другому делу. Главное, для чего это происходит. Чтобы запугать огромное количество людей. Это же так работает. Одного сажаем, чтобы запугать миллионы. У нас 20 миллионов человек за черной медностью. У нас десятки миллионов живут не имея ни малейших перспектив. У нас десятки миллионов людей относятся к тем, про которые мы каждый день говорим. В Москве эта жизнь еще более-менее. А объекты за 100 километров там вообще просто полный швах. И вот вся вся страна живет в этом полном швахе. Не имея ни малейших перспектив. Получает 20 тысяч рублей. И они все молчат. И их пытаются заткнуть вот ровно такими показательными процессами. Посадить вот этого, чтобы запугать миллионы. Кто-то вышел на улицу, посадить еще пять человек, чтобы запугать 15 миллионов. Главное, что я хочу сказать. Этот процесс, я очень надеюсь, не будет воспринять людьми, как сигнал того, что они должны больше бояться. Это же не демонстрация силы. Вот это все Ронгвардия, это глетка, это же демонстрация слабости. Просто слабости. И миллионы, и сотни тысяч посадить нельзя. И я очень надеюсь, что люди будут все больше и больше осознавать это. И когда они осознают, а такой момент придет, все это рассыплется. Потому что вы не посадите всю страну. Потому что всех этих людей, которые лишили перспектив, лишили будущего, которые живут в богатейшей стране и получают ноль от национальных богатств. Ноль получают все остальные. Мы только по количеству миллиардеров в мире растем. Все остальное падает. Понимаете? Я сижу в своей камере и слышу по репортаже о том, как подорожало масло, подорожали макароны, подорожали яйца. 2021 год. Страна экспортер нефти и газа. У нас вся страна говорит о том, что макароны подорожали и жить больше не нужно. И вот вы этих людей лишили перспектив, и вы этих людей пытаетесь запугать. И я призываю всех не бояться. Вся эта власть основана. Я провожу на это. Я продолжаю. Я не хочу вернуть в вашу честь. Я уже прямо там не хожусь, я прямо в центральной части не хожусь. Чтобы вам было просто понятное. Ничего не сказали по поводу представления. Ваше отношение к представлению сейчас живается. Также мы не по поводу политики. Посмотрите, что я ничего не сказал по поводу представления. Вот это все представление и есть. И все, что я говорю, это мое отношение к представлению, которое вы устроили. И я, давайте, непосредственно перейду к представлению. Так вот, бывает такое, когда беззаконие и произвол являются сутью политической системы. И это ужасно. Но бывает еще хуже, когда беззаконие и произвол наряжают на себя мультив прокурора или судейскую мантию. И в этом случае долг каждого человека не подчиняться тем законам, которые обряжены. Вот в эти мантии, хотя за вами, внутри вас, это и есть произвол и беззаконие. И долг каждого человека не подчиняться вам, не подчиняться таким законам. Я призываю, что не дают свои подчинения. Я призываю абсолютно всех. Восмините, у вас мое выступление. Я вернулся, ваше честь. Вы не по представлению задаете свои подчинения. Ваша честь, вы не беспокойтесь. Все будет очень хорошо. Я вернулся к нашему представлению. другого мнения у меня нет и будьте добры меня выслушать еще раз хочу сказать что когда произволы беззакония надеясь ваши мудиры изображают на себе закон долг каждого честного человека не подчиняться вам и бороться с вами всеми силами и я как могу борюсь и буду продолжать это делать несмотря на то что сейчас с учетом того что конечно я оказался полностью под контролем этих людей которые обожают все на мазь и химическим оружием наверное за мою жизнь никто не даст ни три копейки но тем не менее даже сейчас даже за своему месту я говорю что я буду с вами бороться и призываю всех остальных не бояться вас и делать все чтобы закон о неряжении в мундирах и мальтех восторжествовали я приветствую всех тех кто боится и кто не боится всех честных людей я приветствую благодаря сотрудникам тубыка которые сейчас сидят под арестом и всех остальных по всей стране кто не боится и выходит на улице потому что у них есть такие же права у вас потому что наша страна принадлежит им в той же самой степени как и вам как и всем остальным мы такие же граждане и мы требуем нормального правосудия нормального отношения к нам участия в выборах и участия в распределении национальных богатств да мы всего этого требуем и я хочу сказать что если есть в россии сейчас много хороших вещей а самая хорошая вещь это вот те самые люди которые не боятся которые не опускают глаза которые не смотрят в стол и которые никогда не отдадут нашу страну кучки продажных чиновников которые решили обменять нашу родину вызывая дворцы виноградники и аквадискотей мое мнение заключается в том что я требую немедленно освобождение немедлой свободы для себя для других арестованных я не признаю это все представление вот полностью луживо оно не соответствует закону